Томск У нас в школе Мальчик один учился с моим братом Он был лилипуд Этот мальчик, лилипуд Представьте, 15-летние дети И я 7-летняя Вот он наравне со мной был И они все танцуют, а ему тоже хочется А у него мама была преподаватель танцев Но она инвалид была и не могла танцевать Но его она научила танцевать хорошо И ребята все говорят Говорят, танцуй с Тамаркой Она у нас такая девчонка способная И он говорит, да, хорошо И он стал меня учить танцевать А вообще-то действительно у меня И любовь, и способность к танцам есть Всю жизнь и сейчас И он меня научил танцевать И все они танцевали, ребята А мы с ним танцевали И получилось, что в школе я единственный ребенок Который вот такая маленькая И я уже умела хорошо танцевать Тамара Павловна родилась в Томске В семье было трое детей Папа работал, а мама дома сидела Раньше так принято было Большинство женщин были домохозяйками Хотя она очень стремилась работать Но он всегда говорил Оня, да посиди ты дома Как мне хорошо И детки ухожены Все приготовлено Чистота Мне домой, я на крыльях лечу А выйдешь ты на работу И прибежим с работы Не будем знать, за что взяться Может быть, придет время Когда ты захотела бы посидеть дома Да не будет возможностей Он был провидцем Так и случилось Потом, когда война началась Столько бед навалилось Папу забрали на фронт Маму осталось Ей было 35 лет У нее трое детей на руках были Через год папа погиб на фронте А когда он еще был жив Писал Только не голодайте, Оня Продавай все Приеду все Живем заново Но папа погиб У меня две дочки Одна уже на пенсии Ей 65 лет Младшей дочке 49 лет Она еще работает на станции В цехе ТАИ инженером А старшая дочь у меня Преподаватель иностранных языков Вот она сейчас уже на пенсии Ну и еще занимается Приходит к ней Репетиторством Внуков у меня 5 А правнуков 6 Я очень богатая И мама И бабушка И прабабушка Ну все казалось бы хорошо Только папы нет А так жизнь прекрасна Я сейчас живу и думаю Боже мой Какое счастье Как мы сейчас живем Что наши сейчас дети Не знают того Что пережили мы За свою жизнь Я думаю Всегда Неужели это все Со мной было И все Пережили Никогда духом Не падали Не знаю От чего это зависит От характера Человеческого Или от воспитания К 7 классу Тамара Павловна Она прочитала Прочитала всю литературу Которую можно было Прочитать за 10 классов Естественно я училась Очень хорошо Хоть мне никто не помогал Но мне нравилось Это очень А вот пить Я даже не знала Что я способна Ну вот за что Хочу один момент сказать Когда мама Все продала В войну Она не продала Патефон И большую коллекцию Пластинок Самых разнообразных Это у меня Папа был такой Да я Пластинка говорила Когда я Познакомилась С музыкой Вот папа То мой Гармонист Был в деревне И все Но у него был Великолепный слух И когда в город Переехали Он Стал интересоваться Пластинками Были пластинки И народной музыки И симфонической музыки И И Ари из оперы Заперет И я просто Вот сейчас Думаю Как деревенский парень Мог Собрать Такую коллекцию Пластинок Семья Тамары Павловны Переехала в поселок И только у них Был патефон Братья и сестры Когда приезжали Выносили патефон На улицу Ставили его на табуретку И играли пластинки И собиралась Молодежь с поселка И все танцевали Под эту музыку И вот музыка Как-то я не знаю Она у меня Эти пластинки Я по ним Стала петь И потом Когда я поехала В Томск В техникум Поступила И я Ходила В два кружка На бальные танцы Я очень хорошо Танцевала Мне говорили Наш педагог Говорил Тамара Тебе надо танцами Заняться А мне музыка Нравилась И петь ходила Вот я только Когда это мне было Уже 15 лет Когда я начала петь Мне это все Очень нравилось Муза музыка Она меня прям Поглощала Настолько мне Это все было интересно И петь любила Синенький скромный Платочек Падал с опущенных плеч Ты говорила Что не забудешь Ласковых радостных встреч И пусть со мной Нет сегодня Любимой Родной Знаю С любовью Ты к изголовью Прячешь Платок Горовой Музыка Музыка Вновь Слышна Встал Пианист И танец Назвал И на глазах У всех К вам Я сейчас Иду Через зал Вас Пригласить Хочу На танец Вас И только Вас И не случайно Это Танец Плесните Колдовства Хрустальный Мрак Бокала В расплавленных Свечах Мерцают Зеркала Напрасные Слова Я Выдохну Устала Уже Погас Очак Я Новый Не зажгла Напрасные Слова Бинетка Ложной Сути Напрасные Слова Нетрудно Говорю Напрасные Слова Уж вы Не обессудьте Напрасные Слова Я Скоро Догорю У меня Умер Муж В августе Будет 18 лет Я Очень Переживала Очень Я думала Мне жить Не хотелось У нас Любовь была Такая Мы 35 лет Прожили И вы знаете Я Страдала Переживала А тут Меня еще Сватали А я думаю Господи Зачем Мне это Вообще После моего мужа Вообще Никогда Ни о ком Не думала И вот Моя внучка Говорит Бабуль Пойдем ГЦД Концерт будет Я говорю Да нет Мне не хочется Ну пойдем Ну что ты все время Переживаешь Переживаешь Пойдем И она Прямо Меня увела Мы пришли Там был концерт И выступали Ивушки Пожилой Ансамбль Пожилых людей Таких как я И они спели Она сидит Она в музыкальной школе У нас училась Она сидит И говорит Бабуля Ты посмотри Там такие же бабушки Как ты А ты сидишь Дома Плачешь Давай Иди в этот коллектив Петь И она меня уговорила И я пошла Я там Три года Пела В Ивушках И мне конечно Понравилось Я увлеклась И как-то Мне легче стало А потом Когда сказали Что открывается Коллектив У атомной станции Хор У нас была Дворецкая Пела В хоре Она ко мне подошла И говорит Тамара Павловна Вы не хотите В станционной Поскольку Вы же пенсионер В станционной Давайте В наш коллектив Я уже туда Сходила Мне понравилось Я записалась Я говорю Ну давай И вот мы с ней пошли И я и записалась Это было Вот Мой муж Умер В 2003 году Вот с 2003 года Сначала Гончарова У нас была Руководитель Там Алена Пришла Вот столько лет Я занимаюсь И я так Меня это увлекло И мне так Понравилось Я просто Растворилась В этом коллективе Вот в этом году Думала Уже идти Не идти Там проблем Много Алена Меня опять Уговорила Ну это Это мой второй дом Это такое счастье Может быть Потому я и живу Мне вот 84 года Будет 17 апреля Может я потому И живу Что вот я В этом коллективе У меня другая жизнь Я не сижу Ни ною Не плачу Я Мне все интересно Мы ездим По разным городам Я столько Много увидела Интересного И услышала Ну в общем Началась у меня Жизнь интересная Папа Тамары Павловны Был очень талантливый человек Из прекрасной семьи Мама говорит Самые счастливые Мои годы жизни Были 15 лет Когда мы прожили с папой Война все Перечеркнула Кроме тяжелого Военного времени Тамаре Павловне Пришлось пережить И Чернобыль Легли спать Ничего не знали Утром просыпаемся Гудит Гудок гудит Что гудит Чего Непонятно Потом уже до нас дошло Там соседи Стали приходить Кто-то говорить Кто-то ночью Что-то видел Сейчас ночью Все люди уже спать Легли Вот И потом соседка Пришла к нам Ну это уже было На третий день Она пришла Говорит Что надо выезжать Собираться А мы там прожили Чувствовали Оказывается Радиация страшная Была И те кто люди Вот кто ночью Если ходили И они попали Вот под эту волну То это конечно Те люди поумирали просто Ну вот людей Стали выселять С собой разрешали Брать только документы Деньги Сберегательную книжку И сменку одежды Все Маленькую сумочку Вот ты когда живешь Все у тебя бжитое Да А все оставить И уйти Это так тяжело Но несмотря на это Тамаре Павловне говорят комплименты Что она хорошо выглядит И она с удовольствием Делится своим рецептом счастья Коротко Гимнастика ежедневная Питаюсь Я не ленюсь готовить Я разнообразное всегда Блюдо готовлю Ем мало Понемножку Но разнообразное Ем что хочу У меня хорошая пенсия Я могу себе позволить Я заработала в этой жизни Все что хотела И я сейчас Я говорю Вот я сейчас в старости Когда такая боль ушла Что вот муж ушел Я чувствую себя счастливой У меня все хорошо Я довольствуюсь тем Что имею Я никому никогда не завидовала Никогда в жизни Ни богатством Ничему я не завидовала Просто я человек энергичный По жизни И позитивный Я стараюсь как-то Не заморачиваться Чем-то плохим Мне жизнь в радость Не замыкаться в себе Не надо замыкаться в себе Надо идти в люди Когда друзья рядом Такие теплые Слова тебе говорят Комплименты говорят Все делаешь не зря Не для себя А когда ты в компании В обществе Вращаешься Это оживляет жизнь Продляет ее Я никогда не думала Что я проживу Живя такую тяжелую жизнь Как я прожила И что я проживу 84 года Ни в моей семье Ни мужа не было Никого Кто бы до 80 лет доживал А я уже вот 84 Живу Это невероятно Но это факт В гармонии Тамара Павловна Отработала 16 лет У нее обширный репертуар Но предпочтение Отдает романцам Неоднократно Награждалась грамотами А это грамоты За участие В самодеятельности Награждали И за сольное исполнение Нам И за хоровое исполнение Вот столько Это все грамот Все это Награждали нас На фестивали Мы же каждый год Ездили на фестивали Вот сейчас Все прекратилось Очень жаль А так мы ездили В другие На другие атомные станции Мы столько увидели Я благодарна Администрации Атомной станции Что они нам давали деньги Оплачивали эти поездки Это все стоит денег Канун дня рождения Тамары Пауны Весь коллектив Собрался на своем рабочем месте Чтобы поздравить ее С днем рождения Не могу я тебе День рождения Дорогие подарки Но зато в эти ночи веселье Я могу о любви говори Но зато в эти ночи веселье Я могу о любви говори Да, но девчонки в таком возрасте В своем возрасте Уже не скрывают Потому что возраст этот почтенный И тем более Тамара Павловна Уважаемый И дай Бог нам всем В таком возрасте Выглядеть так же Как Тамара Павловна Быть такой же бодрой Веселой Вот И конечно же петь Так как мы с вами Люди творческие Вот От всего нашего коллектива От всех наших сердец Я очень искренне Поздравляю вас Тамара Павловна С этой датой вашей Мы вас очень уважаем В нашем коллективе Вы уже 15 лет Вот Вы солистка Нашего коллектива Вот И мы от души Вас поздравляем Но подарочек Такой необычный Все же девчонки Любят новые сумочки Вот Я так думаю Что Тамара Павловна Могадали Могадали Пойдем Да Тамара Павловна От всей души Коллектив Поздравляет вас С днем рождения 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 Тамара Павловна Легка в общении Позитивная Радостная Находится в творческом полете Мы желаем ей Оставаться такой же Бодрой Веселой А самое главное Здоровья Уставая С днем рождения 松но Пуставая С днем рождения Любая превоксальная пирючка Там наливая чашки, дружи-дружки Давай, солдат, не беги, не беги Истинная ресурска, не дай мошки Недаром угощаешься, болишь Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Старый солдатский ваз Память сердца живы Жаль остаётся всё меньше нас Верных подруг фронтовых Жаль остаётся всё меньше нас Верных подруг фронтовых Прежде всего, это радость Это удовольствие То, что делаешь, людей радуешь Это так приятно, когда отдаёшь изделие Человек рад, счастлив, у него глаза горят И ты заряжаешься тоже этой энергией Тоже тебе приятно, что ты не зря сидел Не зря тут мучился Пальцы кололу Иногда очень долго проходит процесс Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok